Дорожное покрытие на Смоленском переулке ремонтируют с завидной регулярностью. Независимые специалисты считают, что первопричиной проблем, возникающих с этим участком, является низкое качество текущего ремонта 2012 года. Самое максимальное, что было положено здесь, от 17 мм до 50 мм, это максимум в некоторых местах. А так, верхний тонкий слой асфальта, который сегодня не выдерживает той несущей нагрузки, которая предусмотрена. По информации администрации города, текущий ремонт выполнялся на протяжении от набережной реки Лазури до улицы Вакжаново и стоил бюджету более 7 млн. рублей. По истечении двухлетнего гарантийного срока, этот участок ежегодно подвергался ямочному ремонту, который стоил налогоплательщикам еще почти 2 млн. В последний раз выбоины на Смоленском латали 22 декабря. Так называемый литой асфальт на глазах у тысяч тверетян укладывали практически в лужи. Прогноз о том, что эти заплатки не доживут до весны, оправдался. Отремонтировали вот в декабре ямочный ремонт, который мы с вами сейчас созерцаем на этой улице, то он сегодня ни о чем, просто полное безобразие. Схожая ситуация с ямочным ремонтом на Восточном Москве. Тогда же, 22 декабря, там появились латки из литого асфальта. Прошло чуть больше месяца, и результатов выполненных работ уже не разглядеть. Как не разглядеть и средств, успешно похороненных вместе с асфальтом, которые укатали в лужи. Не лучше обстоят дела и на других магистралях. Волоколамское шоссе, по которому транспорт движется в Мамулино и Брусилово, готовят к ямочному ремонту. Снятый верхний слой дает понять, что в прошлые ремонты здесь уложен асфальт толщиной максимум 20 мм. Судя по тому, как выполнена подготовка к грядущему ремонту, результат будет таким же, как на Смоленском переулке. Вот эта подготовка, которую я сделала, из-за ли ее сегодня асфальта бетонной смесью, которую сейчас можно, хоть асфальт положить, хоть любой каток, любого веса сюда прикати, укатать, так сказать, все эти заплатки держаться не будут. Ни одна. Дороги, работающие с максимальной транспортной нагрузкой, отдельная головная боль. На кольце в Южном с утра и до позднего вечера автомобили идут плотным потоком. Это место, которое ремонтируют ежегодно. Сказать, что делают это успешно, не повернется язык. В этом месте происходит пересечение трех водоводов. Ливнестоки практически отсутствуют. На южной стороне кольца во время дождей и таяния снега собирается большое количество воды. В таких условиях не выдержит никакой ямочный ремонт. А уж если он к тому же сделан плохо, и вовсе беда. Движение, сами видите, огромное, а выполнена работа некачественная. Почему? Потому что отфрезеровали 5 см, по новой положили, вот эти 5 см они не удерживают даже года. Вот так и живем. Справедливость истины о том, что одной из двух главных бед России являются дороги, можно ощутить, проехав по улицам и проспектам в любом районе Твери. Практика выполнения ямочных ремонтов уже попросту не выдерживает критики. Ежегодно выбрасывать миллионы рублей налогоплательщиков, ставя некачественные заплатки в одних и тех же местах, это даже не вчерашний, а позавчерашний день. На днях Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, увеличивающий штраф за некачественный ремонт, технологические нарушения при укладке дорог и отсутствие ограждений на трассе во время работ. При этом впервые вводится штраф до 500 тысяч рублей для случаев, когда водитель попал в ДТП по вине дорожников и получил увечья. Какие еще нужно меры принять, чтобы вернуть тверских дорожников и отверстие с небес на землю? Юрий Бумбур, Андрей Шибаев, РЕН-ТВ Пилот